Приветствую всех на канале Привет Я Индия. Не забудьте поставить лайк и оставьте комментарий. Раджастан самый крупный штат Индии. Земля Раджей, легендарный край. Население штата сохранило традиционный уклад жизни. И как раз сейчас мы находимся в этом штате. Здесь очень много деревьев. Я вот смотрю на протяжении всего пути, они лысые. Как бы у них нет веток и нет листьев. И я спросила у шофера, что наверное здесь какая-то болезнь у этих деревьев по всей видимости есть. И он объяснил, что нет, это не болезнь. Эти деревья их специально обрубывают. То есть вам, как сказал он, на всей протяжении пути вы в основном увидите вот такие лысые деревья. Это специальный сорт. И в общем этими деревьями, этими листьями, ветками кормят этих кэмэл, как этот верблюдов. Кормят верблюдов. Верблюды едят эти деревья. То есть для них специально обрубывают, сушат, в общем ломают ветки, листья и подкармливают именно в корм. Поэтому здесь вот именно эти деревья, они будут такие лысые, без листьев. Везде, везде, вот я смотрю, они везде такие лысые. Но это колючки, это колючки. А эти вот деревья, они везде такие обрубленные. Желтые, это поля горчицы, горчичные поля. Решили остановиться все-таки в одном месте. Все-таки мы в Раджистане. Местные фрукты и овощи хотим попробовать. Говорят, здесь фрукты и овощи просто супер классный. Сезон молодой картошечки. Это вот куркума молоденькая. Есть ли чизы? Это тинда, тинда. Тинда? Но тинда здесь не нравится, тинда, а тинда. Это лак-тайпки вот. Лейки-жаты-бай-ябад, мы джа-инге-ва-пасту. Они говорят, что это тинда, но я думаю, что это не тинда. Это похоже на маленький наш горбуз. Только маленький, не знаю. Вот я еще смотрю то, что у нас нет. Вот такой вот есть зеленый перец. Не знаю, непонятно. Смотрите, какая гуава огромная. Есть вот зеленый виноград. Это кокосы питьевые. Что еще есть? Зеленый лук. Посмотрите, какая цветная капуста. Беленькая, красивенькая. Здесь у нас есть клубника. Надо спросить, почем. Кябхаве. Стробери? 80 рупий. Нормальная, в общем-то, нормальная цена. И насколько они свежие, эта клубника, это просто не сравнить с нашей. Наша же вся привозная. Что еще есть? Есть вот папайя. Папайя, как габхаве? 50 рупий. Какая? 50. Папайя 50, но у нас 40. Папайя немножко дороже. Что еще здесь? Вот эту штуку хочу попробовать. Что это? Мне кажется, это что-то типа или как кабачка, или типа гарбуза. Не знаю, что это. Хочется мне попробовать. Это матарьки обгаве бы я? 50 рупий килограмм, говорит. Матарь? Матарьки обгаве? 80. Говорит, это сельский, натуральный, органический 80 рупий килограмм. Ну, видно, видно, что... Матар лело бы я. Да, матар лело. Будем есть в машине. Очень, видно, что очень такой свет. Спрашивает, откуда она. Вы говорите, что меня все... Никто не узнают. Я всегда говорю, что на меня смотрят, узнают. Даже в Мандыре все так смотрели. Даже специально со мной люди заговаривали, чтобы узнать, иностранка или нет. Но я же разговариваю на хинде. Но он все равно вот меня спрашивает, говорит, откуда она, из Италии. Брат сказал, нет, она не из Италии, она из Украины. Узнают все равно. Ну, что иностранка. Так что, сколько бы я ни была похожа, видно все равно, что иностранка. И кожа светлая. Есть вот еще хаджур. Боже, забываю уже слова, вообще не могу ничего на русском сказать. Дейтс, хаджур. Ну, на русском финики, финики. Ну, на русском вспомнить не могу. Здесь яблоки какие шикарные. Все, уходим. Хотелось нам огурчиков, огурчиков здешних порезать, попробовать. Но он попрошает, конечно, и от них никуда не денешься. Посмотрите. Сразу в машину, в машину набегают на вот таких вот стопах и просят деньги. Видите? И будет стоять, и будет стоять, не отходит, прямо в глаза будет тебе лезть. Ну, только чтобы не работать. Видите, аж руку засунула. Работать не будет, ни в коем случае. Это не индийская, это вот это вот, которое китайское. Китайский огурец. Здесь, вот, смотрите, женщины в Раджестане, они все накрывают головы. Ну, вы представляете, вообще не отходит от... От окна, прямо. Клянчит и клянчит. Клянчит и клянчит. На пути, это уже третья, Толплаза. Толплаза, это вот то, что мы платим за проезд по этой дороге. Все это идет в счет государства. Куча всяких вот таких вот мелких кафешек, фудпатов. Здесь же можно поесть жареную кукурузку прямо на открытом огне. Всякие там гупчук. Но наши говорят, что сейчас опять что-то будут есть. Вот он, гупчук. Хотят местный гупчук, говорят, очень вкусно здесь. Здесь вот режут свежие огурцы, редиску. Посыпают солью, масалами, лимончиком поливают. Вот и вот так вот люди едят, типа салата. Сала-сар-баладжи. Имя этого мандира. В общем, здесь Ануман-джи. Это единственный в Индии Ануман, который с бородой. Вообще у Ануман-джи нету бороды. Ну вот этим особенный этот храм. Ну и, конечно же, говорят, что это один из самых сильнейших мест в Индии. Ануман-джи нету. В Индии Ануман-джи нету. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 едой он брать не будет вот смеемся что знают как клянчить они пытаются вывести нас на эмоции на какие-то в общем берут только деньгами местные местные покрошайки не карсливо не видели я сникерс даю говорит даже сникерс не хочу головой киваю только деньги и хочется посещение храма на хинди говорят даршан даршан это то есть увидеть бога посидеть посетить мандыр прекрасно конечно у нас все получилось ну во первых у нас как я уже сказала были в епи места нас провели совершенно другой дорогой плюс еще и мы даже поели там прошат теперь мы отсюда уезжаем у нас еще два часа пути мы решили отдать прошады еду вот этому человеку мне он кажется действительно бедный сейчас я ему еще денежку я здесь и денежку подготовил новая вот этот человек не цурается ни еды не прошадо видно что действительно бедный человек столько нищих здесь это просто какой-то кошмар жизни не дают вообще детей на руках держат и вот так вот просят ведь и просят просят бесконечно через каждый шаг нищие просто через каждый шаг нищие я уже она разговаривает со мной на своем раджистанском а я разговариваю с ней ли короче на русском говорю я ничего не понимаю просто и все настолько настолько наглые короче ушла одна подошла вторая и все равно вот лезет прямо в глаза прямо в глаза лезет и все равно отдай и дай и дай и дай ведь даже вообще кошмар какой-то идет прям за мной и дай и дай и дай прячется за мной все равно просит смотрите еще одна вторая и сразу начинают прям проклинать если не даешь ты говорит красивая белая денег у это хренища и дай и дай и дай видишь и тут вот еще одна а жрут мэгги дома а чем дома не приготовила в себе допустим да и все раджистанские женщины всегда вот гунгат делают гунгат это называется вот покрывать голову полностью до подбородка до сих пор вот здесь семьях нельзя открывать лица совершенно опять пришли эти пиявки жвачки жвачки приклеились но вы видите прям не отходят от нас и все только увидели что мы собираемся отъезжать все сразу подбежали опять пожалела дала им все-таки стоит просили 100 рупий дай хоть на всех мэти отставим подошла еще 5 6 10 все равно продолжает просить деньги все это же невозможно как сомневаться бюджет да все играют в карте разве чем не подарю что